Здравствуйте, атомный сенсей! Бакемону-джанай! Ярошико-юнигешимасу! Мы продолжаем учиться в японском языке, и я не монстр, я комрад Атомный. Пошли! Пошли на, товарищи! Пошли на, узнаем, что он хочет на... Это изучение японское на... Йоу! Ой, йоу! Матте! Матте, подождите, wait! Даме-на-нинген! Даме-на-нинген! Это человек! Даме-на-нинген! Плохой человек! Даме-плохой! You don't know about... Даме-на-адъектив? Ты не знаешь про даме и наприлагательный? Но, can you explain to them? Давай объясни мне! Давай! First, let's talk about non-adjectives, and then we'll discuss two ways to use dame. Давайте поговорим о на прилагательных вначале, а потом узнаем, как использовать dame. What does that mean? Что это означает? Dame-na-нинген means useless human, бесполезный слезняк человек, недочеловек. Dame is noun. Dame – это существительное, useless, бесполезный. Любые слова можно превращать в «на» прилагательные, добавляя окончание «на» в конце. Это совсем другое «на», чем то «на», которое ты писал в конце «на». Это «на» никогда не ставится в конце «на». Это «на» всегда между двумя словами «на». «На» может после любого слова быть. «На» вообще-то используется для большинства слов, кроме «дея» слов и «прилагательных». То есть «на» прилагательное отличается от «и» прилагательного. Знаешь, типа «ИИИИ, что ты наделал? На!» И сюда. В предложении дамы на человека, Нингена, я использую дамы, чтобы описать какой-то тип человека. Бесполезный. I'm very useful, actually. В общем-то, я очень полезный. But not for everybody. Ну, не для всех. If I'm useful to you, send me all your money. Если я полезен для вас, все деньги, все бабло, давайте мне прямо сейчас. A word that describes a noun, a person, place or thing is called an adjective. Слово, которое описывает существительное человека, место, вещь, называется прилагательное. Прилагательное. Ну, да, прилагательное, то есть, описательное такое. Вот, приметник в некоторых языках называется. Приметы, да. Но не в русском. В русском ужасная терминология. Ужасная, как и в английском. Два языка ужасной терминологии. Нашли нечто в общем. Вы уже знаете с и прилагательными, такие как кавай, страшное, что значит, сугой, классное и ойщи, вкусный. Когда ты ставишь и прилагательное перед существительным, то оно описывает существительное. For example, например. I don't understand why the adjectives are usually placed before the noun. That's really weird. Because from perspective of imagining, it's much faster and better to imagine object. Like when you read the name of the object and then description of that object. So, like, more certain. That faster picture appears in your head. So, I don't get why we first know the characteristics of the object and then we know what the object is. I think that's wrong approach. And that's used in many languages. В общем-то, знаете, что мне не нравится в языках? В большинстве языков так реализовано, что прилагательные идут обычно перед существительным, которое они описывают. И, ну, блин, смотрите, яблоко красное сочное, да, когда я говорю яблоко красное сочное, вы сразу представляете себе яблоко. То есть, мне достаточно одно слово, яблоко существительное, да, у вас уже есть какой-то образ. А дальше я его уточняю. И когда мы вначале идет существительное, а потом описание, мы как бы больше картинки представляем лучше, чем то, когда мы как бы вначале описываем, а потом говорим что. То есть, нельзя, ну, понимаете, легче представить яблоко, а потом, узнав его характеристики, вот, описание, изменить эту картинку, да, это намного легче, быстрее, чем читать часть текста, не представляя к чему это применить. То есть, оно же получается таким образом, что мы писаем красное сочное, например, солнце может быть, да, или красное сочное, там, ну, какое-нибудь арбузное, не знаю, не знаю. Дальше не знаю. Ну, вот красное сочное солнце, да, или красное большое солнце, или красное большое яблоко. То есть, если мы строим так, красное большое, что у нас красное большое? Вот мы это почитали, это два слова уже прочитали, а бывает там и 10 слов в описании. И непонятно, о чем речь. А когда мы идем, яблоко красное большое, ооо, солнце красное большое, ооо, все сразу понятно, вот. Поэтому я это не понимаю. Ну, это небольшая критика. So a little bit of criticize is ending. ИЯТСУ ИЯТСУ, good guy, хороший парень. КОВАИ ШИН РЕЙ Страшный призрак, scary... ЛИК ГОСТ You all also know that in Japanese a noun can describe another noun by using the NOO particle. Кстати, вы должны знать, что в японском существительное можно описать другим существительным, используя частичку NOO. For example, например... НЕКО НО КУСО Ну да, это кусок говна, кота. КОТА КОТА УАТАШИ НО НЕКО МОЙ КОТ То есть, НО или НА в конце другое существительное позволяет описать предыдущее? Да. То есть, как разница? В чем разница? Это сложный вопрос, чтобы кто-то ответил. Сложный вопрос, но посмотрим. Ну, типа, вообще-то, знаете, ну, есть, как бы, звучание такое, знаете, и, как бы, естественно, вот, по наитию, по ощущению, ты знаешь, что в одном случае лучше применить NO, а в другой НА. Ну, как бы, да, сказать, знаешь, я тебя люблю NO, да, или я тебя люблю NO, да, это совсем разные понятия. Потому что можно дать, например, ну, там, сахарок, если это лошадка, да. Я тебя люблю, лошадка, да, сахарка, вот так вот, да. А если я говорю лошадке, я тебя люблю NO, то она поскочит, вот, да. А если девушке сказать, я тебя люблю NO, она сразу начнет истерику, что NO, что говори. Вот, вот, как бы, так. Видите, по-разному оно все так. For example, например, Dame na ningen sounds more natural than dame no ningen. Вот, например, dame na ningen, это более естественно звучит, чем dame no ningen, понятно? Вот просто ЕСТЕСТВЕННО оно звучит, вот ЕСТЕСТВЕННО. А то не ЕСТЕСТВЕННО. На самом деле, просто дело привычки. Oh, man, so I just have to learn through experience. Так это чё, через опыт изучать? Yeah, however. Да, однако. Some dictionaries will mark words na adjectives. This means that the word is often used as a na adjective. В общем, некоторые словари помечают части прилагательных как на прилагательных. И, типа, с ними используется частичка на. So you can bet that most of the time you will use na instead of no to describe a noun. Чем в большинстве случаев ты будешь использовать на для описания существительного, нежели но. То есть, на это наиболее часто. Используемое описание потом по частотности но идет. И потом вот эти и прилагательные. This is the case with dame. Вот как раз случай с dame у нас. You already know some words that are often used as an adjective. Ты уже знаешь слова, которые часто используются на прилагательных. Смотри. Genki, which means healthy. Здоровый энергетик. Genki на ядцу. Это, типа, здоровый мужичок. So you could say Genki, но... Nin... Ningan. Это означает здоровый человек или энергетичный человек, да. So that's energetic human or a healthy human. Sugoi! Sugoyoi! 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 I like that commercial. Мне понравилась эта вообще реклама там, где вот так орались. Sugoyoi! But I didn't eat anything. Ну вот ничего не ел, да. У меня фраза понравилась. Subarashi! Замечательно. Baka is also often used in adjective. Baka тоже часто сна прилагательная. Baka na... ... ... ... ... на койцу. Вот так вот. Дебильчик вот он. You should understand the phrase бака на нинге. Дебильный человек. Человек дебил. Вот как есть человек муравея, есть человек дебил. Вот. Вакарю понял? Вакаримашта. Ун. Вакаримашта. Да, я понял. Now we can talk about some other ways to use dame. Теперь мы еще можем найти способы использовать dame. Dame can be said when something doesn't work or won't work. Dame мы говорим еще damn. That's like damn news. Yeah, if nothing works, that's damn. Dame, damn, that's easy to remember. Да, легко. Сейчас в английском очень легко запомнить, потому что damn это черт по-английски, и dame, смотрите, созвучно, да, это тоже как бы черт по-японски, да, ну типа, блин, не получилось, глупость какая. Ну, то есть используется в той же ситуация, когда что-то не сработало, да. For example, you're trying to stop me from escaping to that, I would say. Ты пытаешься меня остановить от убегания, я скажу. Dame da, try to catch me is useless. Бесполезно меня слышать. Типа, ааа, все напрасно. Типа того. Or even, или даже, dame da, yo, dame da, yo, yo, dame da, yo, that's very cool. Очень круто звучит, да? Dame da, yo, блин, вот эта фраза, yo, в конце в японском можно применять и быть очень модным, очень стильным, очень молодежным. Ну, я пенсионер вообще, поэтому так не получается, вот. In other words, но все равно, даже с yo, если я говорю, даже если я пенсионер, я погляжу лучше. In other words, your plan won't work. It's useless to try. Yo. По-другому, твой план вообще не получится. Бесполезно даже пробовать. Yo, yo, yo. Блин, классно. Vakari, понял? Un vakari mashta yo. Да, я тебя понял. Yo. So, lastly, в конце концов, dame can be said to advise a listener against taking an action that you don't think is a good idea. Dame — это предложение человеку, с которым ты говоришь о том, что то, что он собирается делать бесполезно. Да, вот, например, играть бесполезно. Кстати, никто никогда не говорил. Бесполезно играть. Тебе это не поможет. Мне прямо смешно становится. Знаете, обычно бесполезно учиться, ты все равно не выучишь там или еще, да? А тут бесполезно играть, у тебя не получится. Бесполезно дышать, у тебя не получится это. Вот. Не получится никогда. Вот. Типа того. Go ahead, ask me for advice. Спроси меня совета. I'm not sure that's a good idea. Я не уверен, что это хорошая идея. Come on, we're best friends. Да ладно, мы же друзьяшки. Ого, друзьяшки. Yo, best friends, yo. That should end at the end. Because that emphasizes, you see, this is, like, special mark. And that means, like, that's exclamation. У нас, смотрите, знак восклицания, это, то есть, такое восходящее предложение. Такое радостное, да, поэтому... Yo, всегда в конце. Yo, yo, yo. Добавляться. Че-то я с этим yo прямо... Oh, yo. We were well, ok. I've never had a best friend before. У нас все хорошо. Я никогда не имел настоящего друга. And you are not having that. He's lying. И сейчас все равно нету настоящего друга. Это просто вранье. Hey, best friend. Should I grow a beard to look more sexy? Hey, лучше, друзьяшка. А мне нужно отрастить бороду, чтобы быть сексуальным. Да, man. No good. Бесполезно. Not this unspoken sign of that idea. Бесполезная идея. Or, to be more specific, а если более точно, this idea growing your bread, no good. Она бесполезна, в общем. Никак не поможет. Ну, понятно, бесполезно. Ok, useless, that's in this... This is just another reminder that the subject is usually not say, do not. А это еще раз мы напоминаем, что можно не говорить о предмете разговора. Как-то так. Thanks, but what kind of the best friend doesn't support their friend? Ну, хорошо. Ну, что за хороший друг, который не поддерживает своего хорошего друга? Ну, блин, елки-пал. Не знаю. Дружба, знаете, многие воспринимают дружбу, это когда друг другу врешь и всегда говоришь, ой, ты хорошо, да, хорошо, классно. То есть, поддакиваешь, на самом деле. Но, в то же время, понимаете, мне не нравится вот это поддакивание, я считаю, это враньем. Но, я считаю, хорошая дружба, не все должно сходиться, но, как бы, много просто общих моментов. То есть, есть достаточно много общих моментов, которые вместе и объединяют, или достаточно важные темы. Но, при этом, и отличия есть, поэтому так я воспринимаю, да, и кому-то что-то может не нравиться. Если постоянно все не нравится и критикуют, ну, тогда, да, тогда о какой дружбе вообще речь? Вот, это уже человек с совсем другими взглядами и вкусами, вот, поэтому зачем с таким общаться? Listen, Ningen, a bad best friend would tell you whatever you wanted to hear. Слушай, человек, плохой хороший друг, расскажет тебе все, что ты хочешь услышать. Yeah, that's agreed. A good best friend gives you the hard, bony truth. А вот хороший, лучший друг скажет тебе тяжелую, неприятную, костлявую правду. Ну, не всегда, снова таки, понимаете. Дело в том, что вот вопрос критики часто используется для того, чтобы унизить, оскорбить и сделать человеку больно. И часто, то есть, знаете, когда не напрямую, то есть не может, вот, ненавидит человек, но прямо вы сказать не может, типа, это некультурно, некрасиво, непринято, его там пошлются. А вот сказать, покритиковать, да, покритиковать в том числе за вымышленные вещи, это вполне возможно. Но в том же время есть и настоящие наши недостатки, которые, если мы исправлять, если их критиковать и смотреть, действительно могут помочь. Тут вопрос в двух моментах. Насколько человек говорит искренне, даже в трех, то есть, насколько искренне говорит о достатках и недостоинствах, насколько он при этом уважительно относится к тебе, потому что недостатки, можно сказать, весьма уважительно, без оскорбные. Ну, можно сказать, типа, ты жирная, да, или сказать, ну, жирная, как свинья, да, можно сказать, сказал о недостатке, да, но при этом еще оскорбил. А можно сказать в таком духе, стоит поработать над своим весом, вот, то есть, есть такой недостаток. Ты мне нравишься, вот, ну, есть и недостатки, вот. То есть, я говорю о том, что есть черты, которые нравятся, но при этом я и говорю, что, да, есть недостатки, что можно сбросить вес. И, понимаете, тут вот так вот. А можно придумать, например, человек жирный и скажет человек, да нет, ты нормальный. Вот, или наоборот, человек худой, а кто-то скажет, ой, ты жирный, ой, тебе бы стоило похудеть, ой, стоило бы похудеть. Поэтому, вот так вот. То есть, честный, уважительно относящийся, говорящий правду и с большим количеством общих интересов и ценностей. Как вот так, я воспринимаю, друзья. A little bit of friendship, немного о друизбе поговорили. By the way, you stink like a monkey. Кстати, ты воняешь, как обезьяна. Having a best friend isn't nearly as great as I thought it would be. Иметь лучшего друга не самая лучшая мысль, что могла быть. Get over it. Сожарись с ней. Вакарю понял. Вакаримасен. Не понял. Let's do a quiz before we end. Давай пройдем, просто, which means useless person. Что у нас здесь бесполезный человек? Даме нинген. Нинген, да, даме нинген. Sorry, to discover another noun. А, даме на нинген. Окей. Which means odd guy, а галка. Странный чувак. Яцу. Хэн. Яцу. На. Яцу. Хэна на яцу. Правильно. Тривею повторить. Хэна на яцу. Одд guy. Странный чувак. Imagine, you tell me your plan to sail across the sea, but I think it's a bad plan. Вот представь, ты говоришь, что у тебя план пересечь море, а я считаю, что это плохой план. Which could mean, that plan is no good. Что может означать, что план хороший? Даме. Ну, вообще-то да. Даме да. Даме да, йоу. All of the above. Это все тут. Correct. Правильно. I suggest you go back your ship, human. Предлагаю тебе отправиться назад, на корабль. Ээээ. Я. Нет. I'm taking you back. Я забираю тебя. Голопый человечек, стюбед ман. You should have gone back when you had a chance, human. Тебе стоило отступить, когда у тебя была шанс, человек. Пока. Даме да, нинден. Дебильный человек. Даме да, нинден. Бла-ха-ха. What the hell? Что за херня? Даме да да. He was useless. It didn't work. Чё, ничего не сработало? That's unfortunate. Не повезло. Усу не может быть. Oh no. I like his sentence. It's like, Усу. He knows how come. Знаете, вот это мне нравится. Тут очень хорошо эмоционально передо мной. Знаете, когда насмехаются, типа, ааа, ты дебил, дебил. Ой, не может быть. Ну, типа, знаете, вот стоите через мост, и не может перейти никогда. Там лава внизу. И он такой, ааа, ты дебил, ааа. И тут мост раз появляется. Он такой, не может быть. Ай, такой сразу успокоился. Это... 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 Ну... Ааа, дерьмо! Лупый... Лупый... Хватит. Ну ладно, человек. Окей, come on, human. I'm itching for fight. Хочу драться. So you get it. Получи. Ааа... Осой. Осой, I don't recall. Я не помню, что это значит. I really don't recall what's Osoy mean. Я даже не помню, что значит Osoy. So, медленно. Ааа... Койцу. Ааа... This... Ааа... Но... Эээ... Даме... Useless. Бесполезно. Useless. Могуль. Useless. Ааа... Хито. Хито. Person, личность. Ааа... Го. Осой. Словы тамерено. Хито. Person. Личность. Яре, яре. О, мэн. Тоже мать. Ааа... Во. Ямате. Ямате. I don't recall. Непонятно. Стоп, остановись. Ага. Сугой. Great. Замечательно. Сугой! Замечательно. Ааа... Даре. Ааа... Ху, кто? О, ма... О! Умой. I don't recall skillful, умелый. Нан... Нанто. Ой, почему? Ааа... Нани. Вот что. Ду. Хау, как. Ааа... Демо. Батно. Ааа... Койцу. Эээ... Эээ... Ээээ... Ээээ... Эээ... Эээ... Этот мужик. Эээ... Эээ... Ни. О, я успел победить Да, это хорошо Идай Идай, больно Ау! Усо не может быть! А, я сделал Я сделал Тсюю и нингенда Да! Мужичок! Я буду вернавать тебе за это, злого, человечка Я тамщу тебя за это, человек Ты еще не победит Всего доброго! Матэ, подожди Матэ кудасай ДА Ё-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О! Давайте попробуем его Что это было? Оо, он забыл я, кстати, я думаю Я думаю, он завалил выход Так, ты слишком малыша, чувак Я взял пассажир и подорвал проход. Кто ты шутишь? Нет, это правда, нет, это правда. Я бы хотел видеть тебя и следовать меня. Посмотрим, как теперь ты будешь за мной следовать. Это невозможно, да? Это невозможно. А теперь что будешь делать, чувачок? А теперь что будешь делать, чувачок? Не знаю, я не знаю. Ты уверен, что это не тупик? Дебильный человек. Конечно. Мы точно уверены, да? Мы точно уверены, да? Правильно? Но... Дебилизм! Я извиняюсь, Хонус. Извините, Хонус. Но... Давай надеться на уши. Все, пошли. Да. Ммм... Почему? Н... 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 Спасибо, спасибо. Ари-га-тоу. Ари-га-тоу. Не хорошо. Даме. А... Та... А... Бо... Я не знаю, что это доко Но, не 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 Слова медленно Осой Вот, что я победил О, теперь я на другом, а теперь я перешел на другую сторону. Я не могу перейти туда, там я пройти не могу. Но я могу идти на верх, но могу наверх пойти. Что это? Что это там? Это корабль! Это корабль. Кто это? Кто это? Я не знаю, кто это интересен. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Окей. Бо-бэ. Это хер кто-то бэфиш. Сакана. Я помню. Безполезно. Где? Доку. bus. Обо. Ужарцы путевышем. Но... эээээээ... Дэмо. Это�� HARRIS. Коно. О'кей, давай пошу на на geopolit. Ну давайте зайдем наверх, вот это, а что это такое? I don't see any words, не вижу никаких новых слов But if we're here, let's repeat something Ну если мы здесь, то давайте что-то повторим Let's start from here, вот тут вот начнем Repeat lesson on suki and the ha-ga pattern Повторить ски нравится и ха-га pattern I recall that, я помню What a shi wa... What a shi wa anata skide Do shi ta, do shi ta И do shi ta, that's explanation of the current event Do shi ta, это по-моему объяснение текущей ситуации Do shi ta, ok, move on, дальше двигаемся Do shi ta, situation, what's wrong, what's going on Да, что происходит То есть, что не так, объясните, пожалуйста That's explanation I got it, да я понял Ok, thanks, thanks, thanks Thank you for repetition Спасибо за повторение I should use that often Надо использовать это чаще There is no lessons, таму нет уроков Let's go back, возвращаемся назад I should use that often And here we go here He should aid him Skillful melee, I don't... Umay Odd странный And... But... Dam... 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 Нет... Demo... Quit... Прекратить... Я Я... Яматы Яматы Яметэ Вай Дарээ Давы? Нанде Ваш шам Сывоый 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 Все Secondы Но губ,... Да Wenn Но и... Ме... Слоу осой. Ок, ок, хорошо. Следующий бой. Демо! Где? Где? А... Доку... 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 Сону... Куете... Ямете... От странных. Персон вичность. Хито. Сугои. От странных. Это хорошо. Поставить личность. Этот. Демо. Бомбатно. Осо и слоумелено. Я. Умай... Эээ... Смарт или что-то скилл. Койцо. Этот гей. Эээ... Нин... Эээ... Нани? Вот. Мо... Там что-то должно лежать. Вакарю. Понимать. Нани. Вот что. Койцо. Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... Ээээ... 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 Эээээ... Ээээээ... Мете Кудасай, остановись пожалуйста Кто такой? Подождите! Какой? Стой, стоять в месте! Где? Не об этом. Бо? Эээээ... Ниеста. Это нео. Умай. Умай. Я не знаю, не знаю, умело я скажу. Хэн. Од. Странный. Окей, that's it. Till the next episode. Ну что, на этом все. До следующего эпизода. Live long and prosper. Живите и процветайте. Джа-мата-атаку.